Утро у нас начинается с дойки молока. Я вот сейчас ввожу закваску. Для каждого сыра идет определенная закваска. Сыр по старинным рецептам. Чтобы сделать брынзу, молоко должно свернуться, делится Лилия Еронова. Для этого в него добавляют специальную сыворотку. В этом кроется главный секрет сыродела. Современные консерванты, усилители вкуса и прочая химия здесь не в почете. Только цельное молоко. В процессе сырную массу отделяют от сыворотки и отправляют отстаиваться. Потом сливают, выдерживают и снова сливают. И так уже не одно столетие. Согласно поверью, сырных дел мастер должен быть в хорошем настроении. Тогда продукт получится вкуснее и полезнее. Сыр, такой продукт, как маленький ребенок, любит ласку, теплоту, нежность, не терпит резких движений. Вот с ним надо обращаться таким образом. Подглаживая, любя, нежно. Почти весь процесс проходит на этой кухне. Все стерильно и исключительно по-домашнему. Через какое время сыр подадут к столу, зависит от его сорта. Например, сулугуни только через неделю. Сыродел – профессия многовековая, а вакансия редкая. В приангаре таких мастеров всего трое. Лилия Еронова рассказывает, все началось с простого домашнего сыра из творога и сливочного масла. Дальше – больше. Всем тонкостям изготовления этого натурального продукта ее обучили профессионалы на Кубани. Сейчас фермер из Усть-Арды делает итальянскую моцареллу, сулугуни, сыр Филадельфия, адыгейский, эмеретинский, сливочный, копченый и другие сорта. Чтобы получить вот такой результат, сыр Брынзу было использовано 50 литров свежего парного молока. И 4 часа непрерывной работы. И за 8-9 лет путем проб и ошибок Лилия Еронова наработала свой рецепт и добилась высшего качества сырного продукта. Сырье фермер получает от своих 10 коров. Природа и климат дают идеальную кормовую базу. Ведь качество готового продукта зависит еще от корма, сезона и непосредственного ухода за животными. Вот моя жизнь, неразрывная связь, да, вот коровы, я, сыр, рынок, все это взаимосвязано, вот так вот и живем. Каждый день ежедневная работа. Без выходных, без проходных, без праздников, да, вот мы живем. Подсобное хозяйство вполне готово конкурировать с импортными производителями. Ведь цены усть-ардынского товара в два раза ниже. Продуктовая эмбарго сыровару оказалась даже на руку. Спрос на вкусный и полезный продукт растет. Те санкции, которые наложили, да, на Россию, мне кажется, вот говорят, говорится, что не делать, то к лучшему, да, вот, например, вот эта данная ситуация, она нас должна научить чему-то. Потому что все это время мы как-то не развивали свое производство. Подтянуться мы должны. У нас все должно быть, мне кажется, свое. Потому что мы очень богатое государство, сильное государство. Все мы можем делать сами. Пока Лилия Еронова производит около двух тонн сыров в год. В помощниках только внук. Сейчас он в детском саду. В ближайшей перспективе у мастера участие в областной программе для начинающих фермеров. Документы в Министерство сельского хозяйства региона уже переданы. А в ближайшем будущем сыродел планирует съездить к друзьям во Францию, обучиться изготавливать благородные сорта продукта. Французский ракфор, немецкий дарблё и камамбер с плесенью. Туяна Немаева, Евгений Шарыпов. Новости и сейчас.